Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий, Анатолий Червец. Участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Вы нас можете слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com, также на нашей страничке Facebook Radio NVC и на нашем YouTube-канале Radio NVC. Ну и как всегда, зайдя на этот канал, если вы еще ранее этого не сделали, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe или регистрация, и вы будете получать все самые последние сообщения и видеть наши программы на YouTube. Так что, пожалуйста, зайдите, сделайте нам такое одолжение, ну и себе тоже, кстати. Теперь, те люди, которые путешествуют в машине, если радиосигнал до вас не добирается, или качество звука не совсем адекватное, пожалуйста, пользуясь такими гаджетами, как iPhone или iPad, вы можете, установив наше бесплатное приложение, нас видеть и слышать на ваших телефонах, ну а те, которые пользуются платформой Android, там Samsung и так далее, пожалуйста, выходите через ваш веб-браузер на нашу страничку radio-nvc.com и вы, опять же, будете нас видеть и слышать, поэтому, ну и качество звука, конечно, будет совсем другое. Итак, еще раз номер телефона студии 847-400-5200. Мы с вами вместе будем общаться до 7 часов вечера по нашему чикагскому времени, так что времени у нас достаточно, есть несколько тем, которые мы можем обсудить, ну и, наверное, самая первая тема, которую я бы хотел обсудить, это тот факт, что завтра, наконец-то, по идее, должно состояться долгожданное слушание Роберта Маллера в комитетах как в комитете юридическом, так и в комитете по разведке Нижней палаты представителей. Председателем первого является Джерри Недлер, председателем второго эрм-шеф. Ну, не знаю, те из вас, которые следят за ходом событий, вы знаете о том, что это слушание было отложено, должно было состояться на прошлой неделе в среду, но его перенесли на завтра и сделали это, не скорее всего, а сделали это в связи с тем, что председатели комитетов посчитали, что они не готовы к таким слушаниям, потому что вы прекрасно понимаете все, что то, что вот это, как говорится, последний шанс для демократов, ну, хоть как-то разжечь все-таки огонь. Почему? Потому что после уже этих слушаний у них уже другого шанса такого не будет. То есть сейчас идет так называемое противостояние демократов и республиканцев. Демократы пытаются разжечь все-таки вот этот вяло затухающий костер коллужин, импичмент, как-то еще там, препятствие правосудию и так далее. И для этого, конечно же, весь вот этот вот цирк был затеян. Ну, а республиканцы, раз такое дело, появилась такая возможность все-таки задать некоторые вопросы Роберту Малеру. Конечно же, у всех миллион вопросов. Мы их, кстати, сейчас обсудим. Но, тем не менее, значит, что меня немножко удивило, я не знаю честно, вот скажу вам абсолютно откровенно. Я такое слышу впервые. То есть вчера и позавчера при закрытых дверях демократы репетировали то, что они будут вытворять завтра на этом слушании, так как это будет вестись прямая трансляция из Нижней Палаты, вернее, из комитетов. Вот. И... То есть вот они посчитали, я имею в виду демократы, что им необходимо отрепетировать, кто задает какие вопросы. Вы же понимаете, что там я вам как-то рассказывал о том, что по законам Конгресса, значит, на любых слушаниях дается определенный временной регламент. Пять минут каждому из членов этого комитета на либо вопрос, либо на выступление. Тридцать минут дается председателю комитета. и, по-моему, если я не ошибаюсь, 20 минут дают человеку, которого... То есть чьи слушания будут происходить. Ну, в общем, поэтому, так как это связано с временным регламентом, конечно же, и, опять же, у демократов это последний шанс чего-то там разворушить, то они, конечно же, не имеют права на промах, на промах, не имеют права на ошибки. Поэтому они, конечно же, во-первых, представили каждому из своих членов комитета каждому определенные либо один, либо два, ну, либо там тройку вопросов, сколько в зависимости от того, как быстро будут идти слушания. И поэтому, то есть каждый, как говорится, вот есть такой режиссер, Джерри Недлер, я имею в виду, председатель комитета, допустим, вот в юридическом комитете, и вот он решает, значит, ты задашь вот эти, вот эти пару вопросов, ты выскажешься, никаких вопросов, просто выскажешься, сделаешь такой цирк, как в свое время выступала член палаты, кстати, юридического комитета, Мези Хароно, это демократ из штата Гавайи, вот, которая там вечно поливает всех грязью, я имею в виду, республиканцев, то она поливала грязью президента, то она поливает грязью республиканцев, ну, в общем, короче, ее задача поливать грязью. Также есть некоторые демократы, которые, опять же, хорошо выступают, в том смысле, что вот они вызывают такую скупую мужскую слезу своими выступлениями и обвиняя кого-то в чем-то, ну, в общем, короче говоря, режиссура полным ходом, два дня они репетировали, и так завтра будет вот это цирковое представление, я его называю Cirque du Soleil, цирк солнца, ну, в общем, завтра это, конечно, будет что-то с чем-то, хотя, хотя, босс Роберта Маллера, Билл Барр, это наш генеральный прокурор, уже выступил с запросом у Роберта Маллера во время обсуждения, во время слушаний не выходить за рамки своего рапорта, то есть, конечно же, будет понятно, что демократы будут пытаться из Маллера получить такую вот, вот это то, те, которые из вас, которые будут следить внимательно за ходом этих слушаний, у меня, к сожалению, наверное, не получится, в связи с работой, но те, которые смогут слушать вот это все, весь этот цирк, следите за тем, что будут спрашивать и какую информацию они попытаются получить от Маллера. Значит, самый основной вопрос, который они должны будут задать, или, если не в лоб, то где-то, как говорится, вокруг да около, а вопрос это такой, если бы вы не думали о том, что вам не разрешат вынести обвинение президенту, сделали бы вы это, то есть, о чем идет разговор, значит, Роберт Маллер в одном из своих интервью, ну, также в рапорте, который он подал, он очень четко сказал такую вещь, что, так как он понимал, что ему не разрешат вынести обвинение президенту, так как есть такой закон, что президент, действующий президент не может быть в чем-то обвинен, ему могут только вынести импичмент, это политическое решение, криминальное решение президенту вынести не могут, так вот, как Баб Маллер прикрылся своим, вот этим положением, он сказал, что мы, зная о том, что нам не позволят вынести обвинение президенту, мы эти обвинения ему не вынесли, так, и следующим, значит, шагом он сказал, что, но в то же время, если бы мы нашли какие-то причины президента оправдать, мы бы это сделали, теперь, вот тут будет очень интересная ситуация, как говорят ребята наперсточники, следите за руками, вот смотрите, значит, с одной стороны, Баб Маллер дал понять, что якобы они не вынесли обвинения, то есть, что они достаточно накопали, нет, не так, он в своем рапорте сказал, что они, у них были кое-какие подозрения по поводу препятствия правосудия, но они не считали, что у них есть достаточно улик для того, чтобы вынести обвинение президенту, так, то есть, раз улик недостаточно, мы уже с вами на эту тему говорили, это очень-очень важно, чтобы все это поняли, Баб Маллер, он прокурор, он не защитник, он не судья, он не жюри присяжных и заседателей, он прокурор, его обязанность провести расследование чего-либо и на основании этого расследования он должен либо вынести какие-то обвинения, основываясь на тех, на той информации, которую он собрал, либо он должен закрыть дело, все, вот это единственные две вещи, которые может сделать прокурор, либо завести дело, либо закрыть это дело, оправдывать президента или кого-либо, это не работа и не задача прокурора, оправдывать это задача адвокатов, либо суда присяжных и заседателей, присяжных заседателей, так, теперь, как Малер играет в эту игру, очень так, витиевато, значит, он на вопрос, почему вы не вынесли обвинение президенту, он это объясняет тем, что он не вынес обвинение, потому что он считал, что действующему президенту нельзя вынести какие-либо обвинения, так, хотя он прекрасно знает, что обвинение, в принципе, если есть достаточной информации, тогда он должен представить эту информацию генеральному прокурору, и тот принимает решение, что с этим делать, Роберт Малер это решение не принял, и он, как говорит, он все это оставил на плечах Билл Барр, но при этом он заявил то, что они не нашли оправдательных улик, также, вернее, доказательств, и, в общем, короче говоря, он предоставил возможность решения генеральному прокурору, так вот, завтра, завтра, ему обязательно зададут вопрос, либо в лоб, либо, как говорится, ну, задними ходами, если бы вы были уверены в том, что вам не запретят вынести обвинение президенту, сделали, достаточно ли у вас было доказательств, чтобы это сделать, и вот тут у Баб Мауэра будет небольшая заминка, почему, потому что если он скажет, да, у меня есть достаточно доказательств, он их должен будет предъявить, но это должны быть доказательства, это не могут быть какие-то непонятные умозаключения, это должно быть доказательство, так вот, если ему придется сказать, что у меня есть доказательства, значит, он обманывает одно из двух, он либо обманул во время написания рапорта, либо он обманывает во время слушаний, давайте примем звонок, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Анатолий, я вот много раз слушала, что президенту нельзя вынести обвинение, и в общем-то поначалу, не поначалу, вот сколько раз я слушала, я это воспринимала, как оно так должно быть. Да. Но ведь Клинтону вынесли обвинение, действующему президенту вынесли обвинение прокурор, который расследовал его дело. Значит, это можно сделать, когда есть преступление. Значит, что, он врет, он, вы понимаете, не за что зацепиться, и нет никакого обвинения, потому что нет преступления. Окей. Значит, смотрите, есть такое, есть два, две разные, два разных понятия. Когда есть подозрение в том, что президент совершил какое-то криминальное, криминальный поступок, окей, вынести обвинение ему можно, но его нельзя судить. Поэтому существует президента, единственный вариант снять президента с должности, это объявить ему импичмент. Импичмент это не криминальное, как говорится, окончание дела, то есть тут нет ничего криминального, это чисто политическое вот такое, вот он недоверие. Снять его с должности, да, вот он недоверие, а сенат уже тогда решает, остается он при должности или нет. Да, теперь, то, что произошло с Трампом, у него не было криминально, то есть расследование, такого преступления вообще не было. Правильно, поэтому ему предъявить обвинение непонятно в чем, вот о чем весь сыр бор. Правильно, но так он же просто врет, что называется, вот мы не вынесли обвинение, потому что президенту нельзя вынести обвинение, почему же другому президенту могли вынести обвинение, а этому нельзя, за честь его просто нельзя вынести? Ну вот смотрите, теперь становится вопрос такой, если убрать из всего этого, как говорится, уравнения эмоций, то остается такой вопрос. Мауэр, если вы слушали, вот недавно передавали статистику про него, он выступал перед комитетами в восемьдесят девять раз. В восемьдесят девять раз. Ну этого мало, надо еще девяностые, да? Ну вот к чему это все ведут? То есть это человек, который умеет лавировать. Между каплями дождя. Конечно. Он толковейший адвокат, никто ему это не, он толковейший прокурор, он толковейший адвокат, поэтому у него это никто не отнимает, поэтому поймать его на чем-то. Я думаю, что Билл Барр, поэтому ему и посоветовал все-таки придерживаться это. Почему? Потому что, понимаете, если он будет придерживаться своего рапорта, вот ему спросят, там, зададут вопрос, он может сказать, знаете, что... Читайте отчет. Да, я об этом писал на странице, там, 389, второй парад, допустим, понимаете? Но он может не помнить страницу? Ну, я думаю, что он вспомнит. Или при нем будет отчет? Ну, во-первых, при нем будет отчет, во-вторых, дело в том, что, опять же, он уже знает вопросы, которые ему будут задавать. Но он знает одну сторону, он знает только демократическую. Да, так вот, если он будет придерживаться вот этих вот, именно своего рапорта, тогда, как бы, нет претензий, ни у демократов, ни у республиканцев. Понимаете? А вот, если он начнет отвечать на вопросы демократов, вот тогда ему придется отвечать на вопросы республиканцев. Иначе его живым не отпустят. И вот, поэтому бар ему посоветовал, если ты, то есть, вы поймите, бар тоже, он не пытается его закопать. Но они друзья, зачем же его закопать? Во-первых, они друзья. Во-вторых, они должны это дело красиво, сделать красивую мину при плохой игре Малера, и это дело как-то закончить. Но, тем не менее, им нужно их так, и вот так закончить, чтобы не разозлить ни демократов, ни республиканцев. А вот тут, вот это называется, лавировать между каплями дождя. Варвар, спасибо, у меня есть там другая линия. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Скажите, а завтра будет совместное заседание двух комитетов? А нет, они будут один за другим. Один за другим? Да, сначала будет заседание комитета по юридического комитета, и сразу после этого, ну там, через какой-то перерыв, будет заседание по комитету по разведке. А как вы думаете, они республиканцев никак не прижмут? Республиканцы смогут задавать вопросы? Я думаю, что они их не прижмут, республиканцы будут задавать вопросы. Вопрос только стоит в чем? Меня интересует больше, они еще об этом не говорили, мы это, скорее всего, узнаем завтра. Меня интересует, найдут ли они какой-то способ, чтобы укоротить количество времени, отведенное именно каждому комитету. Почему? Потому что для того, чтобы каждый член комитета ответил или задал вопрос, им нужно достаточно времени. Поэтому, если они сократят время, получится так, что кто-то сможет задать вопрос, кто-то нет. Ну вот это мы поживем, увидим. Итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу на Station ID, а потом вернемся и продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу. Спасибо за то, что остаетесь с нами, спасибо за то, что нас слушаете, смотрите нас на YouTube, всем тем, которые нас смотрят на YouTube и на нашей Facebook. спасибо вам огромное, всем привет, мы вас видим, мы вас любим и думаю, что это взаимно. Вот, так что, ну а пока номер телефона в студии 847-400-5200. Мы говорили о завтрашних слушаниях в комитетах по разведке и юридическом комитете Нижней палатой. Так что, мой вам совет, дорогие друзья, если у вас будет такая возможность, если вам действительно это интересно, послушайте, это должно быть что-то, то есть, это будет что-то такое цирковое, почему, потому что, в принципе, оно завтра, там, по идее, ничего не должно произойти, но тем не менее, просто вот, я обожаю смотреть, как вот эти клоуны, иначе их не назовешь, как они, каждый из них считают, что он самый лучший клоун, что он первый клоун в цирке, и вот, как они друг перед другом красуются, как они красуются перед телекамерами, как они бьют себя кулаками в грудь, ну, и так далее, в общем, короче говоря, интертеймент, то, что надо, вот, это то, что касается завтрашних слушаний, теперь, следующую, следующую тему, которую я бы хотел обсудить, такую, просто, как бы остаточное явление, потому что ее обсуждают, если честно, мне самому уже надоело смотреть на эти четыре страшные рожи, которые, причем, они страшны не тем, что они физически страшны, а они страшны тем, что они моральные, вот самые настоящие моральные уроды, я, конечно же, говорю о так называемом, значит, им уже придумали, вернее, они сами себе придумали название, это склад, то есть команда, а мидия, будем говорить так, масс-мидия, они придумали немножко другое название, они их называют AOC plus three, то есть это типа Тимур и его команда, ну, а так очень интересно, одна из политобозревателей программы Fox News, их называет гейн, то есть банда, так вот, они самая настоящая банда, добрый день, вы в эфире, добрый вечер, Анатолий, добрый вечер, если можно, несколько слов по поводу представления налоговой декларации Трампа, Конгресс, Голова, то ли подписал какой-то закон по штату, который вроде бы позволяет это делать, не курт, ну, я, да, 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 сейчас я все это расскажу, спасибо, это бы пару слов, какая перспектива, обязательно, прямо сейчас, ну, перспектива какая, значит, то, что, вы понимаете, то, что Клому подписал, там, что он там подписал, это бумажка, для того, чтобы на любую бумажку существует еще и судебный процесс, я думаю, что вот этому процессу подписания разных там бумажек, о представлении в Конгресс, очень сильно помешала генеральный прокурор штата Нью-Йорк, еще до того, как и она приняла присягу и стала генеральным прокурором, она уже тогда грозилась, клялась, божилась, что она приложит максимум усилий для того, чтобы вывести, ну, в кавычках, вывести Трампа на чистую воду, и что бы ей это ни стоило, она будет этим заниматься. Я считаю, что это была глупейшая ошибка, это был, с одной стороны, это был такой поступок популистический, почему? Потому что она как бы красовалась перед, опять же, перед телекамерами, била себя кулаками в грудь, но с другой стороны, знаете, в чем интересная вот суть демократов, в том, что они абсолютно не думают о последствиях, я имею в виду своих действий. Они планируют далеко на будущее всякие свои там программы и так далее, но вот именно свои действия они не продумывают слишком тщательно или тщательно вообще. Теперь, что получится? Значит, для того, чтобы, вот он подписал указ, Трамп может абсолютно спокойно, и он это сделает, он скажет, ребят, пожалуйста, вы идите в суд, запросите мои документы через суд, и если суд мне присудит, я их вам дам. Почему? Почему он это сделает? Потому что для того, чтобы вести расследование, мы уже несколько раз об этом говорили, для этого нужен какой-то повод. Ну вот, например, нашли труп, и, как говорится, все стрелки показывают на какого-то определенного человека, который бы мог это сделать. Так вот, идут либо в суд, либо идут, ну, скорее всего, там, к прокурору, для того, чтобы получить ордер на обыск. но для того, чтобы получить ордер на обыск, нужно показать две вещи. Во-первых, нужно показать состав преступления, вернее, подозрение в преступлении, и, во-вторых, это то, что вы собираетесь, или что вы ищете. Вы не можете просто так идти, и вот если его обвинили, допустим, в убийстве, вы не можете идти и получить там его, ну, не знаю, бумажки где-нибудь загранично, где-нибудь другой страны. То есть, вы должны показать четко, что вы ищете. Вот мы считаем, что мы во время обыска найдем орудие убийства, или мы найдем улики убийств, которые укажут на виновного человека. Теперь, идет, допустим, идет дело, попадает оно в суд, и судья спрашивает, скажите, пожалуйста, что вы расследуете, для чего вам нужна информация о его налогах. Значит, они должны будут объяснить, что мы расследуем вот этот, 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 этот. И для этого нам нужны его, понимаете, то есть, но не просто расследуем, а должен быть какой-то состав какого-то преступления. И Трамп это прекрасно понимает, это точно так же прекрасно понимает его адвокат Джульяне, это точно так же прекрасно понимает его адвокат Секкилоу. Поэтому вот то, что делают, а да, почему я сказал, что вот это генеральный прокурор сильно очень напортило, потому что когда дело допустим предстанет перед судьей, то адвокат допустим тот же Джульяне скажет ваша честь, это чистый witch hunt, потому что вот тогда-то и тогда-то вот она поклялась, что она сделает, приложит все усилия, но она добьется того, что Трампа выведут на чистую воду. В чем непонятно. Поэтому я, если честно, я не думаю, что это такой чисто опять же политический шаг, то есть вы понимаете, что они делают? Есть такое понятие бросать все об стену, а вдруг что-то все-таки прилипнет. Вот это то, чем они занимаются. Поэтому я бы очень на эту тему не переживал. Они это пытались сделать с министром финансов, если вы помните. Они ему там писали всякие сапины, предоставь нам, заставь АРС, дать нам показания. Он сказал, не, ребят, не будет ничего. Хотите, идите в суд. Но они же в суд не идут, потому что они прекрасно понимают, что в суде им ничего не светит. Поэтому все это нормально, все это понятно, и поэтому все так спокойно к этому относятся. Ну, а кому? Ну, что ему остается делать? Он, надо же показать хоть какую-то деятельность, а иначе о чем его брат будет говорить на СНН. Сами же понимаете. Вот, поэтому это то, что касается вот этой бумажки, которую кому подписал. теперь насчет все-таки вот этих четырех дам, которые, ну, вы понимаете, интересная вещь, которую, или вопрос, который все задают, и ни у кого на это нет ответа. Вот, смотрите, эти дамочки выиграли в прошлом году, они стали членами Нижней Палаты представителей Конгресса. Теперь вопрос, вот они уже, как говорится, у власти целый год, чуть больше даже. Что они за этот год сделали для тех людей, которых они представляют конкретно? Значит, ни одного предложения, ни одного, вот кроме Ильхана Мар, вот она выставила предложение, о том, чтобы поддержать БДС. Вот это она сделала. Значит, ничего абсолютно, то есть, вы должны понять, они, эти конгрессу, вымен, они ведь должны кого-то представлять, их же кто-то выбрал. Раз их кто-то выбрал, значит, они должны вот этих людей представлять в том смысле, что они для них должны что-то выбивать, они должны как-то улучшать их жизнь, они должны как-то улучшать их условия, может быть, какой-то политический статус, то есть, ну, что-то они должны делать. Значит, ничего, кроме цирка, грязи, антисемитизма, антиамериканизма, ничего, кроме этого вообще не происходит, то есть, вообще, они проголосовали против выдачи помощи вот этим несчастным беженцам на границе, они проголосовали против там стены, то есть, они полностью проголосовали против всех предложений, которые поступали в Конгресс, почему, прошу прощения, в Палату представителей, почему, потому что их задача сегодня не делать что-то для своих представителей, для людей, которых они представляют, их задача сегодня это противопоставить свои силы против так называемой, ну, спикера Палаты Нэнси Палоси и против традиционных демократов, то есть, они настолько оголтело, настолько бездарно, настолько непонятно это делают, что и тут же, как только, не дай бог, кто-то им скажет какое-то слово, тут же они всех обвиняют в расизме, в сексизме, ну, и так далее, то есть, никакого, никакой сути в их поведении нет, ни в поведении, ни в выступлениях, так вот, я это все говорю к тому, что, понимаете, ну, было бы вот кучка каких-то оголтелых сумасшедших, которые там бьются в агонии у себя где-нибудь в углу и на них никто не обращает внимания, это бы было все ничего, но что они делают, они тянут вот эту демократическую партию, которая и так, прошу прощения, в одном месте, ну, действительно, они, им нечего показать, они три года потратили на то, чтобы убрать Трампа с поста президента, все, ничего же не сделано, абсолютно, то есть, вопросы, которые, по идее, им кто-то должен был задавать, если бы, если бы это были республиканцы, вот, то, чем занимается демпартия, если бы этим же занимались республиканцы, уже все средства массовой информации, и CNN, и MSNBC, и так далее, уже бы трубили во все трубы, вот, они ничего не делают, они только там, вставляют палки в колеса, почему они, вот, что они сделали для экономики, что они сделали еще там для чего-то, и так далее, но, так как эти четыре дамочки являются частью демпартии, им, конечно же, никто вопросы такие не задает, буквально пару дней назад есть такая газетенка, но она небольшая, она такое маленькое издание, называется Rebel, то есть, ну, я знаю, повстанцы, наверное, где-то так, наверное, повстанцы, так вот, представитель этой газетенки, причем, у него есть пропуск, в Капитолии, и он имеет абсолютное право, как член средств массовой информации, там, подлавливать наших представителей, и задавать им вопросы, так вот, когда, если вы помните, по-моему, на прошлой неделе произошла такая ситуация, где в Денвере, по-моему, в ICE офис, в билдинге, взяли, убрали американский флаг, подняли мексиканский флаг, и вместе с ним подняли перевернутый вверх ногами флаг Blue Lives Matter, то есть, ну, за полицию, вот, и мало этого, один из представителей, то есть, все подозревают, что это представитель Антифы, по крайней мере, он либо действующий, либо он бывший представитель Антифы, он, вооружившись взрывоопасными веществами, пытался забросать это здание вот этими вот, вот этими веществами, конечно же, его поймали, его арестовали, сейчас будет процесс над этим делом, так вот, репортер вот этой газетенки, он специально дожидался вот этих, одну из этих, вернее, он пытался поймать их всех, этих четырех дам, и задать им два вопроса, во-первых, осуждаете ли вы организацию Антифа в раз, и считаете ли вы то, что произошло в этом здании актом террора, значит, он успел поймать Акасия Кортес, задал ей эти два вопроса, причем он их задал несколько раз, она шла, не знаю, куда она шла, но она шла по коридору Капитолия, и он пытался ей эти два вопроса задать, задал их три-четыре раза, ни одного слова ответа он не услышал, то есть, казалось бы, да, вот идет представитель Нижней палаты, задают элементарный вопрос, осуждаете ли вы действия Антифы, и считаете ли вы то, что произошло в этом здании, актом террора, да, абсолютно два простых вопроса, на которых есть очень четкие ответы, да или нет, но по крайней мере, такой короткий ответ можно или оценку можно было бы и дать, значит, она прошла вот этот весь свой путь, не ответив ни разу этому человеку, потом за ней шла Ильхан Амар, он ей задал те же два вопроса, осуждаете ли вы действия Антифы, и считаете ли вы то, что произошло актом террора, ни одного слова, то есть, вы понимаете, о чем мы можем говорить, какие они могут быть представители, представители кого и что, и почему на Трампа вдруг так взъелись за то, что он назвал вещи своими именами, он сказал, вам не нравится, уезжайте, и тут на него значит съелись, мы женщины, мы цветные, как это, цветнокожие женщины, и он нам сказал, чтобы мы отсюда уматывали, да он вам не как цветнокожим сказал, он вам сказал, что если вам не нравится страна Америка, если вам не нравится наш строй, будьте добры, валите отсюда, вот, поэтому вот эти четыре дамочки, конечно же, они служат ужасно, то есть, с одной стороны, они делают огромное одолжение республиканцам своими действиями, потому что они заставляют вот этих кандидатов на пост президента нынешних, они их заставляют себя защищать, а раз эти кандидаты защищают вот таких как они, как эти четыре дамочки, то о какой любви к Америке и о каком вообще статусе американца может идти речь, но я удивляюсь не этому, я удивляюсь тому, что вместо того, чтобы поставить этих четырех молодых неопытных в кавычках политика на место и сказать им ребята сидите не высовывайтесь, потому что вы очень быстро потеряете свои места, вместо этого вот вся демократическая партия, вся палата представителей, многие сенаторы демократической партии, все стали на их защиту, вы помните когда-то когда произошло убийство одного чернокожего во Флориде, Трейван Мартин был такой пацан, ему тогда было, по-моему, сколько, 15-16 лет или 17 лет, что-то в этом роде, и когда Зиммермен его застрелил, пошли вот эти все демонстрации и так далее, когда-то Обама вот про этого Трейван Мартин сказал, что это бы мог быть моим, он бы мог быть моим сыном, такой хороший невинный маленький мальчик, который мог бы быть моим сыном, потом, когда началось следствие, настоящее следствие, все очень быстренько выяснили, что из себя представлял этот Трейван Мартин и почему он оказался мертв, но уже никто от своих слов не отрекался, так вот, то же самое происходит сейчас вот с этой демократической партией, они становятся на защиту непонятно вообще кого, они становятся на защиту людей, которые их тянут за собой в пропасть, почему, потому что я не знаю как повернется все это в будущем, но в настоящий момент это не время идти на поводу у вот этих вот оголтелых левых радикалок, добрый вечер, вы в эфире, добрый вечер, господин Червет, я вчера читал статью одну, интересно, не помню ученые какого университета проанализировал применение оружия полицейскими в отношении граждан Соединенных Штатов, ну вообще жителей, пришли к выводу, что никакого насилия над чернокожим населением со стороны полиции не происходит, происходит точно так же применение и к белому населению, и к цветному, к другому, так что все это выдумки либерального отребья, благодарю. Абсолютно, спасибо большое, Вадим, вы, конечно же, правы, то есть, давайте говорить так, если, ну вот, например, я вам приведу пример, а вы уже сами решайте, нормальный этот пример или нет, я сейчас обращаюсь вот ко всем нашим радиослушателям, ну вот, такой город, например, как Балтимор, или такой город, как Детройт, где большинство жителей города это чернокожие население, ну так получилось, вот хотите, верьте, хотите, нет, но большинство населения этих городов это чернокожие ребята, ну, я имею ввиду люди, не ребята, а люди, и, естественно, в пропорциональном соотношении, конечно же, больше арестов чернокожих, конечно же, больше нарушений правил чернокожими, и, конечно же, больше, ну, наверное, будем назвать так, в кавычках, ну, не насилие, я не считаю это насилием, я это считаю выполнением долга, я имею ввиду полицейских, которые выполняют свою работу, ну, или вот, например, такой же город, да, как Новый Орлеан, ну, там, я не знаю, сколько, я не хочу обманывать, это можно, в принципе, найти, но там намного превалирует чернокожее население, ну, конечно же, там будет намного больше действий, направленных против чернокожих, правильно, да, такой город, например, вот, как в, было бы смешно сказать, вот, смотрите, возьмите, например, город Нью-Хемпшир, это, прошу прощения, город Нешуа, в штате Нью-Хемпшир, но там, или в Коннерикот, допустим, да, там, в основном, конечно же, белое население, но было бы странно, допустим, если там население, например, не знаю, 70 тысяч человек, из них всего-навсего 10 тысяч черных, и против этих черных, допустим, там, ну, 4-5-6 человек посадили, закраживали, там, за угон машины, ну, так, это же странно сказать, что в этом штате все направлено против черных, ну, команда, ребят, ну, это глупости, вот, поэтому, конечно же, это абсолютная галиматия, это абсолютно необоснованное обвинение, это чистая политика и так далее, и так, давайте прервемся еще раз на рекламную паузу, вернемся, и уже будем заканчивать наш последний сегмент, оставайтесь с нами, и так, уважаемые друзья, добро пожаловать в наш, как говорится, крайний сегмент сегодняшнего вечера, как я и говорил, мы с вами вместе до 7 часов, у нас есть ровно минут 20, для того, чтобы обсудить еще одну тему, которую я бы очень хотел обсудить, а именно есть такое понятие, вы же знаете, наше шоу называется неполиткорректное, так вот, есть такой городок в штате Калифорнии, называется он Беркли, вы все, конечно, о нем слышали, по крайней мере, есть такой колледж, который называется UC Berkeley, это там, где происходят все вот эти вот противостояния между студентами-демократами и теми, кто пытается там выступить со стороны консерваторов, то есть, там проблему имел и Бен Шапиро, и Джей Секкило, и, ну, в принципе, все те, которые, Эн Калтер, все те, которые являют собой республиканские консервативные взгляды, так вот, вот этот городок Беркли, раньше все, в основном, все происходило именно в отношении UC, это University of California, Беркли, ну, а сегодня или вчера этот городок сам по себе отличился, конечно, так, что, ну, просто, ну, вот, честно, было бы смешно, если бы не было так грустно, ну, вот, хоть стой, хоть падай, значит, рассказываю, что они сделали, горсовет этого небольшого городка решил немножко поиграться в политкорректность, и так, значит, они издали указ, в котором такие слова, как он, она, заменяются словами они, то есть, уже все, уже не будут говорить, допустим, Маша пошла в кино, она взяла с собой подружку, нет, будут теперь говорить, Маша пошла в кино, и они взяли с собой подружку, ну, вот, такого типа, так, дальше, это еще не все, следующее, есть такое понятие, как, ну, вот, крышка канализации, да, канализация, где проходят, там, коммуникации разные под, под улицами города, так вот, вообще, по-английски, крышка канализации, или сама, вот это, вот, сама, стояк, где поднимаешь крышку и спускаешься, он называется, вообще-то, всегда он назывался, мэнхол, то есть, ну, вот такое, для, как говорится, дырка для человека, ну, то есть, вот, чтобы туда спускались люди, так вот, теперь, мы не можем назвать это, мэнхол, потому что, есть такое слово в этом, мэнхол, теперь это будет называться, мэнхол, то есть, теперь это уже называется, дырка для обслуживания, Дальше, следующим номером нашей программы, опять же, в этом городке, приняли закон, а, да, 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 прошу прощения, значит, ну, вот говорят, pregnant woman, да, то есть, беременная женщина, не, теперь, оказывается, это не политкорректно, а политкорректно сказать, pregnant person, то есть, ну, вы понимаете, да, то есть, беременный человек, и, в общем, вот в этом духе, они там, изменили, сумасшедшее количество, разных, названий, собственных названий, и так далее, теперь, мало этого, казалось бы, да, уже вроде бы этого хватило, нет, сделали постановление, именно в этом городке, что все абсолютно новые строения, которые будут строиться, вот, с сегодняшнего дня, не могут иметь подводку натурального газа, то есть, теперь у нас все будет на электричестве, с одной стороны, с одной стороны, вроде бы, ну, ладно, у нас тут тоже есть такие, допустим, кондоминиумы, целые комплексы, которые не имеют натурального газа, имеют только подводку электричества, но, самое интересное то, что, то, как объясняют, это, члены горсовета города Беркли, они говорят, что мы теперь будем бороться, за чистоту энергии, но, что они не понимают, что, для того, чтобы эту энергию добыть, турбины на гидростанциях работают от угля, поэтому, вот, все эти их решения абсолютно высосаны из пальца, ничего из себя не представляют, ничего из себя не значат, но, тем не менее, таковы решения были приняты, и теперь их нужно исполнять, я не знаю, ну, поговаривают о том, что их там вроде бы собирается брать в суд, я очень надеюсь на то, что это произойдет, потому что, ну, абсолютная, абсолютнейшая, маразм, полный, абсолютнейшая, говориматья, полный маразм, тем не менее, вот вам, пожалуйста, к чему ведут вот эти все радикальные, левые радикалы, вся эта демпартия, и в чем, самое интересное, что все это действительно начинается с Калифорнии, вот штат, в котором принимают самые абсолютно идиотские законы, и потом они эти законы пытаются внедрить во всю нашу страну, причем, самое интересное то, что у них самих эти законы не срабатывают, но тем не менее, они их принимают, и пытаются нам их втюхать, как должно, так, так вот, теперь насчет политкорректности того, что делают сегодня вот эти четыре дамы, ну, вы все знаете о том, что выступила Ильхан Умар, еще раз предложением того, чтобы поддержать БДС движение, это антиизраильское движение, выступила Рашида Тлоид в ее поддержку, и выступила с предложением в поддержку Палестины, понятно, Акасия Кортес, правда, тут же поддержала и Ильхан Умар, и Рашиду Тлоид, ну, а вот интересная роль отведена вот этой Иоанна Преслой, почему и интересная роль приведена, потому что она, будучи единственным чернокожей женщиной вот в этой четверке, значит, ее задача всех называть расистами, гомофобами и так далее, так вот, так интересно, значит, они вообще не считаются ни с кем и ни с чем, они считают, что они это вот та вот тот путь спасения демократической партии, хотя они ее абсолютно губят, ну, и все мы, конечно же, прекрасно понимаем, что сами по себе они, ну, не хватает у них, вернее, у них не хватит, у всех четырех вместе взятых, у них не хватит мозгов для того, чтобы это все придумать самим, значит, конечно же, за ними стоят люди, которые, чьи желания они исполняют, конечно же, они эти желания не исполняют бесплатно, это все делается за деньги, и проталкивается чья-то идея, причем, я так понимаю, что Нэнси Плосс и, ну, ее, наверное, самая большая надежда, это все-таки успеть дотянуть до ее следующих выборов и, в конце концов, уже свалить, потому что она оказалась абсолютно неактуальной на сегодняшний день, она именно сегодня, я не говорю о в общем, но именно на сегодняшний день она не может, конечно же, ни контролировать эту партию, не ее куда-то вести к чему-то, а все, что она может, она как-то пытается лавировать между вот этими левыми, между центристами, вот, но получается у нее это из рук вон плохо, и все это прекрасно понимают, поэтому она совсем бедняжка, по-моему, ну, чисто запуталась, ну, а вот интересно, что наши кандидаты в президенты, кстати, на следующей неделе, вторник, среда, будут опять идти дебаты демократической партии, кандидатов в президенты, их опять, опять же, их осталось там 20 человек, они будут идти 10 и 10, будет очень, опять же, тут, вот, я считаю, что именно со следующего раза будет очень интересно следить за этими дебатами, потому что, по идее, первые два дебата, которые прошли, это были такие, как говорится, разминка, разведка боем, посмотреть, кто на что гораздо, кто к чему и как относится, ну, а теперь будет очень интересно, потому что уже начинает, то есть, банку пауков открыли, и вот теперь будет интересно посмотреть, как эти пауки начнут друг друга пожирать, а пожирать они будут 100%, потому что мы знаем прекрасно, что нужен только один кандидат, а вот кто этим кандидатом будет, ну, судя по всему, Джо Байден это уже все, это отыгранная карта, никуда он не попадет, то есть, это будет такой мальчик для битья, просто, это Камалы Хэррис продолжит свое грязное дело, начатое на прошлых дебатах, там уже Кори Букер постепенно, вернее, Элизабет Уоррен постепенно начинает лить грязь на Берни Сандерс, потому что они уже знают о том, что они попали в одну и ту же как говорится команду, по-моему, эта команда будет выступать во вторник следующий, ну, и потом у нас там есть еще двое красавцев, это Пит Буллиджич и Кори Букер, кстати, Кори Букер уже нервы у него потихонечку начинает задавать, он пытается как-то за счет чего-то вырваться вперед, и он уже сказал, что вот у него такое чувство, желание дать Трампу по морде, вот, то есть потихонечку начинают открывать свои лица, потихонечку начинают сбрасывать маски, и скоро, я думаю, мы узнаем четко, что из себя представляет Кори Букер, что из себя представляет Камала Хэррис, что из себя представляет вот это Кирстен Джелебренд, ну, я думаю, что там есть, конечно, люди, которые вообще не удел, типа Тим Райан, он вообще о нем даже никто не говорит, дальше вот это Толси Габбард, тоже про нее вообще никто ничего не упоминает, то есть так постепенно, постепенно начинает вырисовывать, да, кстати, там же еще попытался туда попасть стаер, мы же помним, что в демократической партии есть еще и мультимиллионер или миллиардер, который поклялся потратить в районе ста миллионов на то, чтобы на свою предвыборную кампанию, но пока что он даже не попал, не набрал достаточно людей для того, чтобы попасть на сцену дебатов, вот, так что я думаю, что постепенно начинает вырисовываться картина, скорее всего картина будет между Камалой Херрис и Элизабет Уоррен, потому что Пит Бороджич, у него там очень много проблем, в его городке вряд ли он соберет достаточно голосов, ну, понятно, Борни Сандерс и Джо Байден это будут, как говорится, мальчики для битья, потому что Джо вообще не умеет вести дебаты, а Борни Сандерс, ну, сколько можно слушать одну и ту же речь маразматика о бесплатном всем, вот, так что я думаю, что будет интересно посмотреть на сколько заработает больше очков Камала Хэррис и что произойдет с Элизабет Уоррен, ну, в общем, короче, следующий вторник, среду, есть на что посмотреть, сначала будут во вторник будет первый, как говорится, этап дебатов, второй, а в среду нас ожидает просто, ну, вот, еще один этап, в котором будет очень интересно посмотреть, как они будут друг друга пожирать, вот, так что я думаю, что вроде мы обсудили все темы, которые я хотел с вами обсудить, я понимаю, что сейчас уже время подходит к ужину, и, конечно же, у людей уже, как говорится, больше настроена мысль на что-нибудь поесть, вот, поэтому всем вам буду желать, во-первых, приятного аппетита, те, которые еще в дороге, езжайте аккуратно, следите за дорогой, не пытайтесь дозвониться до кого-либо по телефону, так как, как мы все знаем, враг не дремлет, и сегодня это чревато, я имею ввиду, попасться с телефоном в руке, во время вождения автомобиля, это очень чревато, поэтому аккуратненько езжайте домой, надеюсь, что вы вас всех ждут очень вкусный ужин, надеюсь, что вы все сможете посмотреть, сейчас будет несколько программ подряд, будет Такер Карлсон, потом будет Шан Хеннеди, потом будет Лора Инграм, и после Лоры будет идти передача с Шеннон Брин, это действительно люди, которых есть смысл послушать, у них самые интересные гости в основном, кто-то пытался дозвониться, не успел ответить, у нас еще есть пару минут, так что если хотите позвонить, позвоните, вот, теперь, что еще я хотел бы сказать, завтра у нас среда, завтра у нас народная трибуна, завтра у нас Елена Гордон, в начале нашего эфира, вот, завтра у нас Алексей Орлов, тоже будет очень интересно, народная трибуна, потом у нас Лора Голуб, в общем, завтра, как обычно по средам, очень интересные программы, поэтому подсоединяйтесь, загружайте наше бесплатное приложение, будем общаться, и что еще, в четверг, как обычно у нас будет встреча с Элеонорой Гройсман, потом, ну, в общем, наши обычные программы по четвергам, опять же, не политкорректное ток-шоу, кстати, будем уже обсуждать вот именно слушание Роберта Малера в четверг, но я думаю, что не только в четверг, там еще и у нас и в пятницу будет народная трибуна и Вайнштейн, Леон Вайнштейн, добрый вечер, вы в эфире. О? Да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, это вас в Сорице уже беспокоит, оно вас уже. Здравствуйте. Да, хотели заметить, может быть, вы знаете об этом, но никогда не говорили, как только заканчиваются ваши прямые эфиры, уже удаляется из страницы интернета ваша передача. Не все могут смотреть прямую, как мы уже пенсионеры в Сорицке. Вы имеете ввиду, откуда устраняется, из архива или из Ютуба? Из архива, да, уже на интернете, знаете, как сбоку бывает столбик и какая-то часть передач, уже невозможно посмотреть, она удалена. Так, будем с этим работать обязательно, честно. это уже где-то недели две-три у вас уже. Я понял, все, я давно не заглядывал в архив, если честно. Обязательно будем с этим работать. Спасибо огромное за ваш звонок. Всего доброго. Спасибо, слушайте. Удовольствие уже в Нью-Йорк всем друзьям дали ваш сайт. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будьте здоровы. Спокойной ночи вам. Будьте. Ну вот, дорогие друзья, итак, на этом мы с вами прощаемся. Будьте нам всем здоровы, приятных вечеров и до встречи завтра.